Доброе утро! На РБК региональный блок новостей. Мы вещаем задали Краунплазу ФАА в студии Равиль Батолин. Мы освобождены от реструктуризации бюджетных кредитов. Деньги власти региона могут направить на декапитализацию программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Такое предложение озвучил в нашем эфире ректор Института развития и образования экономист Азад Янгиров. По его словам, бизнесу, чтобы не сокращать сотрудников, нужны оборотные кредиты и субсидии. Мейер-регион мог бы дополнить федеральные программы поддержки своими внутренними пакетами мер, как это было в период пандемии коронавируса. При этом Янгиров предостерег от вложений в новые инфраструктурные проекты, так как есть риск в дальнейшем появления новых долгостроев. Сейчас больше все-таки политика направлена на то, чтобы завершать начатые строительные объекты. Я считаю, что это правильно, потому что там много где уже законтрактованные обязательства есть уже, в принципе там больших рисков не предвидится. С другой стороны, да, в отношении новых объектов, запуска новых инфраструктурных проектов, здесь действительно нужна будет более тщательная проработка. Напомню, что правительство России расширило возможности регионов по использованию средств, высвобождаемых в рамках реструктуризации бюджетных кредитов. Сейчас доля долговых обязательств Башкортостана составляет порядка 21% от объема республиканского бюджета или более 30 миллиардов рублей. Ну и в начале 2022 года федеральная казна открыла для Башкортостана новую кредитную линию на 6,5 миллиардов рублей. Минцифра Башкортостана предложила ввести до конца 2023 года мораторий на повышение ставок по аренде госимущества, которые используются под размещение объектов связи. Инициативу рассмотрели на заседании проектного офиса по антикризисным мерам в экономике. Но среди других предложенных мер выделение субсидий на реализацию инвестпроектов для операторов связи, а также упрощение процедуры предоставления интернет-провайдерам в аренду госимущества. Все эти предложения будут проработаны правительством в ближайшее время. Но и по словам Андрея Назарова, в условиях, когда из страны ушли крупнейшие игроки IT-отрасли, а поставка передовых технологий в России практически прекращена, нужно не допустить ухудшения качества связи и доступности интернета в регионе. Напомню, ранее на федеральном уровне был подписан указ о мерах поддержки IT-отрасли. На три года освобождает IT-компания от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Предоставлена возможность оформить кредиты на продолжение работы и на новые проекты по ставке не выше 3% годовых. Сотрудникам IT-компании будут предоставлять льготную ипотеку. Кроме того, специалисты до достижения 27 лет получат отсрочку от призыва в армию на все время работы. Ну и министр цифрового развития Башкортостана Геннадий Разумикин обозначил риски, которые могут возникнуть у провайдеров в результате санкций. Это сложности при закупке иностранного оборудования, риск блокировки программного обеспечения. Ну и на данный момент интернет-провайдеры республики продолжают работать в новых условиях бесперебойно. Власти страны планируют снизить лимиты по объемам инвестиций в рамках овсетных контрактов с 1 миллиарда до 100 миллионов рублей. Об этом заявил глава Кабмина Михаил Мишустин, перечисляя возможные меры по сохранению устойчивости экономики на заседании президиума правительства. Овсетный контракт – это долгосрочный договор поставки со встречными инвестиционными обязательствами. Другими словами, предприниматель открывает в городе или регионе новое производство, а местные власти гарантируют, что будут покупать его продукцию в течение нескольких лет. Снижение порога по объемам инвестиций допустят к участию в этом направлении малый и средний бизнес, полагают эксперты, но предупреждают о рисках для свободы конкуренции. Дело в том, что если овсетов будет много, то государства, власти будут закупать определенные виды продукции только у таких инвесторов. Ну и, соответственно, тем самым доступ к госзаказу окажется уменьшенным. Ну и напомню, в октябре прошлого года Башкортостан заключил свой первый офсетный контракт на поставку 45 новых троллейбусов с автономным ходом в Уфу и Стеральдамак. Уфимский трамвайно-троллейбусный завод получит в общей сложности 1 миллиард рублей. Рестораны и кафе Башкортостана планируют закупать в 4 раза больше фермерской продукции местного производства. Об этом в рамках агрофорума заявил глава федерации рестораторов и ательеров республики Михаил Кумпан. Владельцы предприятия общепита готовы помогать сельхозкомпаниям в модернизации производств, получении субсидий и кредитов на эти цели. Таким образом, фермеры смогут гарантированно получать надежные рынки сбыта, ну а рестораторы – качественный продукт. Сейчас самое главное первое. Есть потребление достаточно большое в нашей сфере, в нашей индустрии. Мы должны понять, сейчас ищем ДНК продукта, который заложен природой, именно тот код, который продуктовый. Взаимодействие с фермерами поможет нам. У нас есть потребности. Мы идем к фермерам, говорим, что нам нужно, какого нам нужно качества. Ну и на сегодняшний день рестораны и кафе республики особо заинтересованы в поставках мясной продукции с ферм, ну а именно, конины, баранины, мясо гуся и страуса. Также общепит нуждается и в качественных сырах, а также овощах. К этому часу это все новости. Хорошего дня.